Здравствуйте друзья, я Надежда Елькина и сегодня на канале Раз Два Три Клей видео урок о том, как сделать стильное необычное колье из полимерной глины. Для изготовления колье понадобится полимерная глина, гель, ролик и паста-машина, белая акриловая краска, лезвие, макетный нож, стек-дотс диаметром 2 мм, проволочная щетка, два крупных колечка, стеклянный кабошон, застежка для колье в форме пуговки, суперклей, плоская кисть, набор шлифовальной бумаги, черный замшевый шнур, коврик для моделирования и влажные салфетки. Черную глину раскатываю в пласты толщиной 1 мм и полсантиметра, пользуюсь при этом паста-машиной и акриловым роликом. Из толстого пласта вырезаю небольшую овальную фигуру. Из пласта толщиной 1 мм вырезаю овал большего размера. На маленькой детали делаю текстуру, слегка процарапывая поверхность глины проволочной щеткой. На плоскую кисть набираю небольшое количество акриловой краски и тонким слоем покрываю поверхность детали. Слой краски должен быть очень тонким, поэтому излишки можно удалить, протирая кисть влажной салфеткой. После этого нужно дождаться, когда краска подсохнет. И снова процарапываю поверхность проволочной щеткой. Получается очень интересная текстура, напоминающая мелкое крокле. Слегка растягиваю глину в руках, чтобы усилить эффект крокле. Вот что получилось. На большую деталь набиваю текстуру все той же проволочной щеткой. При необходимости можно после этого выровнять края детали лезвием. Выкладываю одну деталь на другую с небольшим нахлестом и вырезаю нижний пласт по форме верхнего. Убираю вырезанный кусочек. Срез смазываю гелем. Очень удобно наносить гель кистью. Состыковываю обе детали и слегка прижимаю их друг к другу в месте стыка. И запекаю, не снимая с рабочей поверхности, в течение 15 минут. Черную глину я раскатала в пласт толщиной 1 мм. Выкладываю на него запеченное колье и слегка прижимаю. Вырезаю пласт по контуру верхней детали макетным ножом. Отделяю верхнюю часть для того, чтобы вклеить крепление для шнура. Выдавливаю немного геля и распределяю его по всей поверхности. Колечки из серебристой проволоки вдавливаю в глину так, чтобы половина кольца выступала за край детали. И возвращаю запеченную часть на место. Слегка прижимаю к нижнему пласту и срезаю неровные края. После этого снова отправляю колье в печь на 15 минут. Запекаю прямо на плитке. Тщательно шлифую колье по краям и с обратной стороны. Светло-фиолетовую глину я раскатала в пласт толщиной 1 мм. И маленьким каттером вырезаю кружочки. Влажной салфеткой протираю дотс. И на мягком коврике формирую из кружка чашечку, прокатывая дотс по глине круговыми движениями с небольшим нажимом. Продолжение следует... На черную часть колье наношу капли геля на небольшом расстоянии друг от друга. Вклеиваю на гель фиолетовые чашечки. Ярко-розовую глину скатываю в тонкую колбаску и нарезаю ее на маленькие кусочки. Кусочки скатываю в шарики. И вклеиваю эти шарики в центр чашечек. Кусочек черной глины скатываю в шарик. На деталь скракле наношу немного геля и слегка прижимаю шарик. Снова смазываю гелем и вклеиваю сверху стеклянный кабошон. Прижимаю его так, чтобы черная глина слегка выступила по краям. И запекаю колье в последний раз в течение 30 минут. Продеваю в кольца шнур и приклеиваю суперклеем. Один из свободных концов шнура продеваю в отверстие застежки и так же приклеиваю. На конце второго шнура формирую петлю. Смазываю клеем и сильно прижимаю. На этом все. Ставьте лайк, если понравился мастер-класс. Задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я, как всегда, желаю вам творческих успехов и вдохновения. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok